Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Около 200 населенных пунктов могут оказаться потопленными в Карагандинской области. Власти усиленно готовятся к весеннему половодию. Развитие Жасказгана идет ускоренными темпами. О достижениях города и планах на будущее на традиционной отчетной встрече рассказал Аким Жасказгана Батерлан Ахметов. По индексу физического объема промышленной продукции Карагандинская область занимает четвертое место в республике. Первый заместитель Акима области Асылбек Десюбаев провел совещание по итогам социально-экономического развития региона. 29 тысяч человек из 182 населенных пунктов могут оказаться под угрозой потопления. В регионе свыше 200 водоемов. Четвертая часть из них находится возле поселений, автомобильных и железнодорожных путей. В Карагандинской области усиленно готовятся к весенним поводкам. По данным Казгидромета, с октября 2016 года идет превышение осадка на 180%. В ноябре и декабре выпали полторы месячных нормы. Основные реки, по которым проходит паводковый период – Нура и Шурубай-Нура, протекают по пяти районам области. В этих реках, по данным метеорологических станций и гидрологических постов, запасы воды в снеге значительно превышают норму. За последние пять суток через территорию Карагандинской области проходили два активных циклона. Один южнокаспийский, южный. И буквально вчера у нас определял погоду циклон, который пришел к нам со Скандинавии. И эти два циклона принесли достаточно большое количество осадков. Выпали на большей части территории умеренные местами сильные осадки в виде снега. Например, в Караганде за четыре с половиной дня наступала месячная норма осадков. 22 и 23 февраля уже осадков не ожидается. Но 25 числа вновь будет усиление ветра и метель. Единственной защитой от паводков являются гидротехнические сооружения. Но в каком они состоянии и выдержат ли они в весенней тайне? По итогам инвентаризации было выявлено 228 гидротехнических сооружений. Восемь из них находятся в республиканской собственности. 20 в коммунальной и 15 в частной. Остальные – собственности городов и районов. Если говорить о опасности, какую опасность представляют эти гидротехнические сооружения, в целом принимаемые объекты в очень ветком состоянии. Необходимо проведение работ по капитальному ремонту многих из них. На сегодняшний день в области насчитывается 49 объектов, которые могут представлять потенциальную угрозу в период паводка. Вместе с тем Акиматом и нашим подведомственным Сухой Малары принимаются меры по недопущению таких фактов. Распоряжением Акима области, как вы знаете, уже создан план мероприятий по защите населения, хозяйствующих субъектов и территории области от паводка. Вход 2017 года наше подведомственное учреждение Сухой Малары с марта месяца уже приступит к обследованию всех этих гидротехнических сооружений на готовность принимать паводки и уводы. Будет проводиться расчистка водосбросных каналов от снега, льда, иловых отложений и кустарников. Из запасного бюджета на эти цели было выделено около 33 миллионов тенге. На сегодняшний день все конкурсные мероприятия завершены. Уже заключаются договора с компаниями, которые будут проводить данные работы в марте. В ноябре прошлого года на 63-летнюю женщину водителя такси напали с ножом. Пострадавшую нашли очевидцы в тяжелом состоянии. Криминальной полицией установлен и задержан подозреваемый в покушении на убийство. Его поиски не прекращались три месяца с момента совершения преступления. Полиция начала расследование по статьям за покушение на убийство Уголовного кодекса Республики Казахстан. На розыск похожего по приметам парня был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Сотрудники полиции при проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий собрали достаточную доказательную базу по данному материалу. Установив местонахождение, подозреваемый был задержан 16 февраля. В ходе оперативно-радостных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Михайловского отдела полиции УВД города Караганды задержан 22-летний житель города, который дал признательные показания о том, что в ходе возникшей ссоры из-за оплаты такси нанес несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия. На сегодняшний день он водворен изолятору именного содержания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье покушение на убийство. Продолжаем выпуск. Завод по переработке автохлама собрал уже 8 тысяч старых автомобилей. Жители со всего Казахстана могут сдавать старое авто и спецтехнику для утилизации и получать за это дивиденды. Первый этап работы предприятий начнется уже в мае. Планируется создать 70 рабочих мест. Сегодня данный проект включили в список потенциальных предприятий специальной экономической зоны Сарарка. Завод по переработке автохлама еще не запущен, но уже активно начал свою деятельность. По информации учредителей, они уже начали сбор старых машин. На сегодняшний день собрано около 8 тысяч единиц старой техники. Вскоре в Астане начнется процесс прессовки в брикеты, после чего сырье будет доставлено в нашу область. Здесь ее ждет переработка на специальном оборудовании и сортировка по характеристикам сырья. Металл будет переправлен в специальных печах, которые, кстати, тоже выпущены в Казахстане. Готовая продукция уже будет расплавленный металл, то есть в виде чушек, слитков и тому подобное. Добавочно к этому проекту предполагает из неутильного пластика и измельченной резины, которая не пойдет в производство резиновой кросски, их обрабатывать на перерывных установках. При перерывных установках первые установки в Казахстане это практически. Три года в нашей области успешно трудится фабрика по производству перчаток. На сегодняшний день это самое крупное предприятие подобного типа во всем Казахстане. В этом году учредители бизнеса затеяли расширение и просят координационный совет продлить им сроки субсидий. В этом году планируем создать еще от пяти до десяти рабочих мест. И также мы скупили две линии для нанесения покрытия защитного на перчатки. Но уже на данный момент налажен более-менее рынок сбыта. У нас есть представители почти во всех областных центрах Республики Казахстан. Члены координационного совета поддержали эти проекты. Кроме них, на заседании рассмотрели вопрос пополнения оборотных средств предприятия по изготовлению бытовой техники. Дирекция компании планирует расширить товарооборот, для чего им понадобится 60 миллионов тенге. Мы планируем расширить клиентскую базу. Наша компания работает с такими областями, как Костаная, Павлодар, Восточно-Казахстанская, Северно-Казахстанская и другими дальними, ближними, зарубежными партнерами. В 2016 году, в первом квартале, у нас товарооборот составил 675 миллионов тенге. Данный проект тоже нашел поддержку со стороны чиновников от бизнеса. Кроме того, членами совета рассмотрены еще ряд бизнес-идей. Большинство предпринимателей просили продлить сроки субсидирования и помочь пополнить оборотные средства. Айя Мамрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Первый заместитель Ахима области Асалбек Дюсибаев провел совещание об итогах социально-экономического развития области и показателях экономического роста за январь текущего года. Отмечена положительная динамика основных показателей. Начало текущего года отмечается положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития области. Рост объемов промышленного производства в январе составил 5,6 процента или почти 160 миллиардов тенге. По индексу физического объема промышленной продукции Карагандинская область занимает четвертое место в республике. За счет имеющегося экономического потенциала в сфере металлургии в январе текущего года произведено продукции на 98,4 миллиарда тенге, что на 2,9 процента больше в соответствующего периода прошлого года. Реализация инновационного потенциала в производстве фармацевтической продукции обеспечила рост объемов в отрасли на 38,7 процента. Загруженность мощностей горно-металлургической отрасли и машиностроения от 90 до 100 процентов оказала также влияние на рост объемов промышленности. Кроме того, в январе выросло количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. С начала года обеспечен рост инвестиций в основной капитал на 43,4 процента. Объем строительных работ выполнен почти на 2 миллиарда тенге. Положительная динамика обеспечена в финансовой сфере. План поступлений в местный бюджет выполнен на 174 процента. В целом, значит, месяц, можно сказать, январь не показательный, сего своего того, что там выходных много дней выпадает. Но так как мы сравниваем месяц к месяцу, то есть месяц текущего года с месяцем прошлого года, то в прошлом году такие же были выходные, так же все работали, поэтому он в этом плане имеет значение. И как мы видим, рост, в принципе, наблюдается у нас в промышленности, самое главное. Рост мы видим по инвестициям в основной капитал, тот показатель, который у нас в прошлом году не очень по итогам года был. По итогам совещания Солбек Дусибаев дал поручение обеспечить положительную динамику социально-экономических показателей развития области на предстоящий период. Качественное и точечное исполнение взятых плановых обязательств по обеспечению экономического роста. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Жизказган является быстро развивающимся индустриальным центром своего региона. О достижениях города и планах на будущее на традиционной отчетной встрече рассказал Аким Жизказгана Батерлан Ахметов. В августе 2014 года глава государства открыл участок железнодорожной магистрали Жизказган-Бейнео. Это ключевое событие, поскольку отныне город Жизказган перестал быть тупиковым населенным пунктом. Уже в 2016 запущено железнодорожное сообщение Жизказган-Казаларда. Кроме того, с 1 января нынешнего года из Жизказгана в Астану ежедневно отправляются поезда. Жизказган является быстро развивающимся индустриальным центром своего региона. Помимо традиционной отрасли по добыче и переработке цветных металлов, в городе продолжается дальнейшая диверсификация экономики. Самым масштабным можно назвать реализацию проекта СПК «Улытауфлора». Огромное тепличное хозяйство стоимостью 230 миллионов тенге. Оно предназначено для круглогодичной поставки Жизказганцам более 180 тонн овощей. Обо всем об этом в ходе отчетной встречи говорил Аким Жизказгана Батерлан Ахметов. Дальнейшая диверсификация экономики города и наращивание его промышленного потенциала напрямую связана с реализацией таких проектов, как строительство комплекса установок кучного ущелачивания и производственного модуля для переработки золотоносных кругов в месторожении Жалтого Глава. А у Жалтого Глава объема инвестиций составляет 3,4 миллиарда тенге с созданием 150 рабочих мест. Строительство цеха по производству клевого улочных и кондиционерских изделий и пытательных с объемом инвестиций 125 миллиарда тенге с созданием 20 рабочих мест. Строительство цеха по производству клевого улочных и кондиционерских изделий и пытательных с объемом инвестиций 280 миллиарда тенге и созданием 30 рабочих мест. Отмечен рост объемов промышленного производства. В прошлом году он составил 13% от общеобластного объема. Особое внимание городоначальник уделил развитию малого и среднего бизнеса. В частности, Аким Ахметов отметил, что в городе успешно прошла работа по легализации имущества. Это позволило вывести из тени оборотные средства, а также увеличить поступление в местный бюджет на 43 миллиона тенге. За отчетный период погодного легализовано 73 объекта в общей стоимости 699 миллионов тенге и денежных средств на 669 миллионов тенге от 12 физических лиц. Работа на данном направлении позволила обеспечить прозрачный учет объектов, вывести из тени оборотные средства, а также увеличить поступление в местный бюджет 43 миллиона тенге. О положительных тенденциях в развитии Жасказгана говорил не только Аким, но и рядовые горожане, причем не только те, кто посетил отчетную встречу. Город развивается, зарплаты вовремя дают, пенсии вовремя дают. Чистый наш город, красивый. Мы его любим и радуемся, что мы в нем живем. И все же недостатки имеются, и никто не намерен их замалчивать. Наиболее острым стоит вопрос зимнего содержания дорог. Были высказаны предложения по благоустройству мусульманских кладбищ и запрету самовольных захоронений по дороге на Караганду и многое другое. Участники встречи сошлись во мнении, что подобный неформальный диалог свидетельствует о неравнодушии Жасказганцев к судьбе своего города. В Карагандинской области полным ходом идет обсуждение конституционной реформы. Специальная рабочая группа областного филиала Союза юристов проводит встречи с трудовыми коллективами. На встречах обсуждают грядущие изменения в основной закон страны. На первом этапе ученые-юристы проводили работу по обсуждению возникающих коллизий и разногласий. Выработки предложения по перераспределению полномочий между ветвями власти. В регионах созданы специальные рабочие группы, куда вошли ученые, юристы практики, представители общественных объединений. В департаменте юстиции и нашим филиалам был разработан совместный план мероприятий по разъяснению внесенных изменений в конституционное законодательство. Согласно этому плану, все члены рабочей группы в это сжатое время постарались выехать в районы, встретиться с коллективами. В обсуждение конституционной реформы активное участие приняли и карагандинские предприниматели. Они подготовили порядка 30 предложений по изменению конституции. В соответствии с конституцией, например, действующая редакция, это пункт 1, статья 3, там указано о том, что единственным источником государственной власти является народ. А мы предлагаем, наша редакция, которая предлагается, это вся власть в республике принадлежит народу, должно быть. То есть источник, понятие, что такое источник, это не юридическое значение источника. То есть дефиниция не юридическая. А мы предлагаем, вся власть в республике Казахстан принадлежит народу. То есть уже народу принадлежит, да? Правильно же, да? Не то, что он является единственным источником, а власть принадлежит народу. Свою работу специальная группа продолжит до 26 февраля. У граждан есть лишь несколько дней, чтобы внести свои конкретные предложения по изменению пунктов основного закона страны. Андрей Тенджек, Солк-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Скупые отцы, не желающие платить алименты, будут привлечены к уголовной и административной ответственности. В прокуратуре Октябрьского района рассказали, какие меры будут применены к таким родителям. Все подробности в материале Ларисы Хусаиновой. Дмитрий Глухаренко задолжал алименты более чем на миллион тенге. Но с женой он не в разводе, и дети всегда рядом. Жена Дмитрия написала заявление в прокуратуру, так как супруг не работал и не помогал материально. Сейчас мужчина ищет различные вакансии, чтобы в будущем обеспечивать двоих детей. Меня вызвали в прокуратуру. Я пришел чисто. Как бы безработные у меня алименты, мне надо устроиться на работу. Мне прокуратура помогает, что мне работать надо устраиваться. Ну да, будем устраиваться сейчас на работу, пойдем устраиваться будем работать, платить детям деньги. Прокуратура Октябрьского района проводится мероприятие по проекту «Алименты. 30 шагов против неуплаты». В связи с этим за неисполнение решения суда об оплате алиментов будут применять жесткие меры. Такие, как запрет на выезд из страны, арест денежных счетов и недвижимого имущества, задержание и выдворение автомобилей на штрафстоянку. Также должников будут привлекать к уголовной и административной ответственности. В случае неисполнения данных обязанностей, должники будут привлечены к административной ответственности. Это значит по статье 669 Кодекса Республики Казахстан, Кодекса об административных правонарушениях и Кодекса Республики Казахстан, Уголовный кодекс, это статья 139 и 430. В прокуратуре Октябрьского района собрали должников по алиментам. У каждого из присутствующих накопились долги более 1 миллиона тенге. Неплательщикам разъяснили их обязанности и рассказали о последствиях нарушения закона. Субтитры создавал DimaTorzok